Мичурин Мы были любителями Любителем был королёв Который Вывел нас в космос Академикам Назначили задним числом Дарвин был любителем Он просто наблюдал Он просто наблюдал Ему повезло по свету поездить Он видел то, чего не видел никто Понимаете Даже Великий Эйнштейн Самый идеальный человек Всех времен народ Эйнштейн И он был клерком Служащим их Просто такие люди Оказались востребованы Вот А сейчас мы переживаем самое страшное время Когда мы не нужны Ладно Сегодня получилось покороче Дело в том что Я хотел вам показать В принципе Свой архив В каком плане Вот смотрите Ну я боюсь заскучаете Да Вот они корни Вот отсюда я брал Информацию Для сегодняшнего разговора Да Я вам не показал Еще вот этот корень Это тот самый корень Который Палка Пророщенная Вот Если бы Сергей Вот такую прислал бы Тогда Весу риск Тогда его надо было Так далеко послать Вот это Еще одна палка Вот это колновидки У меня фотографии есть Покажу вам Вот Это мы купили две Потом покажу результат Вот А ведь привозят их Тысячи Десятки тысяч Кто людей научит Чтобы они не покупали Но мы так купили Таких две Сереги Только чтобы Успеть взять с них Черенки Только ради этого Только ради этого Вот А вот когда Такие попадаются Да Это вишня Вот ее корни А тут действительно Никуда не денешься Хочешь иметь Нормальные корни Надо вовремя отрубить Однажды У меня упал Вот этот саженец Просто взял и упал Тут мешает Вот это Вот видите Вот В общем Это все корни Вот Тогда я впервые Столкнулся тем Что корни едят Потом Мышиные ходы То есть Я потом Когда выкопал Я вижу Что мыши ели Не только тут Но и внизу И с тех пор До сих пор У меня закрылось Большое Сомнение Друзья В том Что Мы знаем Все причины У меня Замерз саженец Вот это слово Замерз Если я несколько Тысяч раз Слышал Или читал Ну и все таки Круг Огромный Вот Я всегда Сразу дыбом Шерсть Почему замерз Калечили Калечили Пересаживали Крону Не убрали Не убрали Вот А к чаю Вот еще и Под землей Жрут А ведь Человек-то не знает Об этом Даже не догадывается Кто-то С мышами Борется А потом Раз-раз Все живо-живо Вот Хорошо пронесло На пятый Шестой год Перестают жрать Но это деревья А корни Оказываются И дальше Жрут Видите Если бы Я не выкопал Этот саженец Я бы не знал Про эту проблему Вот Вот эта проблема Я даже читал Что можно Этими самыми Огораживать Этими Арматурой Металлической А вот 8 лет Дерево Да Оно не росло Не росло А потом Он еще Сдумал его Привить И привил Но дело в том Что Тут две проблемы Вот Мало того Что я подойден Нет Нет Надо еще И это Корни Загубить Вот Это тоже Ненавижу Вот эти Самые Как их назвать Тем более Что я читал Совет Такой Дают Да Вот Распространение Вот Вот Видите Вот Это Вот Например У меня Мой лес Да Вот Отсюда Я копал Или Сейчас Сергей Копает Вот А вот Это Под Красноярском Поспорили Ехали На Легковушке Я говорю Да Я его тут же Найду Я увидел Даже Не вылезая С машины Представляете Распространение Какое В этих Сибирок А кто Об этом Знает Лучше В школе Изучали Что Что На Практике Пригодилось Вот Так Обрезка По Железу Конечно Можно Было В этой Самой Сумки Не обрезан Вести А потом Всю жизнь Позорится Одна Вторая Вот Еще Пара Сдохла Потом Еще Пара Нет Уж Вот Так Отрезали Вот И Никогда На этих Срезах Вы не Найдете Мертвичины То Что Считается Вообще Принятым Еще Что Ни Показать Это Мои Мировые Рекорды Поколовинности Так От Скуки Просто От Скуки Мог На таких Снимках Делать Рекламу Но Не Стал Честь Дороже Вот Так Вот Отрезается Нет Не Так Вот Здесь Это Так Ставится Лопата Когда Выкапывается Корни Не Рубятся А Поднимаются Корни Это Тема Корни А Если Поставить Поперек То Тогда От Него Побег Сосед Ну То Если Это Поповина Перерубается И все Лучше Это Делать В середине Лета Так Вот Один Из Мировых Рекордов Я Боюсь Скажете Совсем Расхвастался Вот Вылочная Вишня Недооцененная Что Будет Сергей Делать Я Показывал Это Груши Абрикосы Которые Он Выкинул В прошлом Году Выкинул Пришла Пора Выбрасывать Вылочную Вишню По дешевке Продавал По 100 По 200 Страна Большая Ведь в каждом Говоре Вишня Растет Да Сейчас Вкусная Вот Как Это Да Тоже Никому Не Надо Вот Так Вот Ну Что Что-то Грустно У нас Получается Разговор Очень Грустный Так Это Подвои Это Я Подвои Вы поверите Корней нету Вообще Считайте Нету Ведь Прививает Садит И сами Видели Что вырастает Где вы Корни Тут Видели А вырастает Такая Красота Сирийской Груши Ладно Наверное Это Еще А Откуда Берется Шарообразная Форма Это Красный Хотор Мой дом Там Левее А вот Это Моя Шелковица А У нее Есть такая Особенность У нее Веточки Они Настолько Тонкие Самые Кончики Не просто Ветка А именно Тонкие Они Обязательно Обмерзают И когда Они Обмерзают А что Такое Обмерзание Это Один из Ветов Обрезки Вот Тогда Получается Шаровидная Форма Для чего Я использую Зосим Или Сам Допустим Не дожидаясь Пока Кончики Веток Мороз Угробит Обрежет Там Буквально По сантиметру Остаются Всегда Голенькие Сам Обрезал Я бы Получил Шарообразную Форму Еще раз Специалисты Как нахвастается Что Помните О этом Кончило Там Чего-то Все Запомните Могу Грязь По-моему Так вот Чтобы вы знали Когда Вы Учите Абрикос Берем Тонкие Ветки То есть Мелкие Берем Меньше Крупные Половины Цитировать Уже Язык Не Поворачивайся Когда Вы Завечите Дерево Оно Принимает Вот Такую Форму Поняли А потом Вы Берете В руки Секатор Что Натворили Не Веда И Начинаете Там Так Написано Ветки Короткие Обрезаем Длинные Обрезаем Эти Обрезаем Внутрь Обрезаем Не туда Обрезаем Как интересно Читать Было Это Все Дурь Ой Извиняюсь Научный Труд Вот Понимаете Вам Природа Подсказывает Природа Подсказывает Чему Приводит Потому Что Отмерзание Обрезка Или Отмирание Кончика Веток Это Одно И Тоже Скажите Что Я не Прав И Перестанете Дурить Людей Но Тогда Вы Не Заработаете Вот Что Горе Ваше В чем Заключается Вы Ничего Не Заработаете Беда Ваша В чем Ладно Наверное На счет Не Хватит Давайте Так Сейчас У нас Без 15 Антон Валерьевич Слышит Не Слышит Сейчас Я Позвоню И Пускай Он Нас Возвращает Слышит Слышит